Добрый день! Сегодня у нас 31 января и я нахожусь в Global Village. Что такое Global Village? Это всемирная деревня. Это центр, соответственно, дубайского торгового фестиваля. То есть именно здесь можно увидеть все самое интересное, все самое красивое. Вот, например, вот этот Мерседес, который разыгрывается в лотерею как раз таки в Global Village. То есть приобретаете золотые украшения и, возможно, вам удастся выиграть вот такой шикарный белый Мерседес. В этом году в Global Village можно увидеть и американскую статую свободы и лондонскую башню Биг Бэ и, соответственно, башню Бурж-Халифа и Колизей. То есть в этом году здесь реально есть что посмотреть. Ну и на территории Global Village находится огромное количество различных павильонов. Причем они выглядят как различные страны мира. И здесь же проходит выступление известных арабских певцов, музыкантов и не только, собственно говоря, арабских. И здесь же можно приобрести изделия и сувениры из различных стран. И сегодня мы с вами пройдем по разным павильонам. Конечно, в одном видео мне не удастся вам показать всю Global Village, поэтому будет часть вторая. Ну а пока часть первая. Субтитры создавал DimaTorzok Ежегодно с октября по апрель 5 миллионов человек посещают популярную ярмарку Global Village Всемирная деревня. Кто-то приезжает, чтобы насладиться захватывающими увеселительными аттракционами. Другие, чтобы получить гастрономические впечатления. А третий, чтобы принять участие в ночной культурной программе и сделать покупки. Здесь 37 шикарных павильонов, в которых демонстрируется уникальная продукция из 65 стран мира. Привет, красавцы мои. С вами снова Елена Шарова из Дубая. Нахожусь в Global Village около турецкого павильона. Не знаю, слышно или нет. Если не слышно, то буду озвучивать уже после. Народу здесь достаточно много, но здесь все действительно в этом году очень круто. То есть в 2017 году здесь действительно есть что посмотреть. Global Village Всемирная деревня. Итак, турецкий павильон начинается, конечно же, с турецкого мороженого. Причем, кроме того, что здесь и продают мороженое, они еще проговаривают всякие шутки, прибаутки на своем родном языке. Ну, то есть все достаточно интересно. Итак, идем дальше. Иордания. Вот Иорданию-то я люблю. Причем и продукцию Иордании тоже. Здесь можно приобрести, как вы видите, национальную иорданскую одежду. Но я сюда пришла совсем не за этим. Я ищу продукцию с Мертвого моря. С тех пор, как я побывала в Иордании, я приобретаю крема для лица, для тела и для рук только с минералами Мертвого моря. И вот он, павильон косметики из Иордании. А дальше арабские специи. Это я тоже очень люблю. Ну, точно так же, как и соленые оливки. И вообще здесь море всяких вкусностей. Я думаю, что следующий павильон вы узнали без меня. Это Россия. Посмотрим, посмотрим, что интересненького за этими стенами Кремля. Я не смогла отказать себе в удовольствии сфотографироваться на фоне российского павильона. Все-таки я из России и поддерживаю российского производителя. Ну, а теперь смотрим, что же продается в российском павильоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Видео на фоне американского ковбоя и статуи свободы. Что может быть лучше? Смотрим американский павильон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Пакистан. Честно говоря, мало знаю, что об этой стране. Несмотря на то, что в Арабских Эмиратах пакистанцев очень много, но в пакистанском павильоне всегда наши туристы приобретают зимнюю одежду. Ну вот сейчас и посмотрим. Ну вот на этом павильоне, конечно, нужно остановить ваше внимание. Настоящая мягкая кожаная арабская обувь. В жару просто незаменимая вещь. Во всемирной деревне, конечно, обязательно должен быть эмиратский павильон. ЮАИ, Арабские Эмираты. Идем смотреть, что продается здесь. Бахур. Бахур я тоже очень люблю. Это древневосточная традиция, которая в наши дни широко распространена на Аравийском полуострове и во всем мусульманском мире. Все виды арабских благовоний широко используются в странах Персидского залива. Ну и, конечно же, здесь же можно увидеть героев арабского мультфильма Фридж. Реально очень смешной мультик. Но еще я люблю Шамбе. И не говорите, что в странах Персидского залива не умеют читать. Дело в том, что здесь постоянно проходят книжные фестивали и в Global Village книги тоже продаются. Также продается здесь и национальная одежда местных арабов. Белое платье Кандура, платок Гутра, черный ободок Игаль, который одевается поверх платка Гутра. Ну и торгуют, конечно же, местные арабы. Шафран – король специй. С древних времен считается одной из самых дорогостоящих пряностей. В 2014 году цена одного килограмма пряности иранского происхождения достигала 2000 долларов США, что объясняется трудоемкостью производства. Роскошный павильон женской национальной одежды. Черное платье Абая и платок Шелла, который женщины одевают поверх головы. Причем национальную одежду, как вы видите, приобретают и европейцы тоже. Специально решила показать вам вот эти вот огромные канистры. Как вы думаете, что в них находится? Не бензин, нет. Это масло для волос. Магазин местной арабской косметики. Чего здесь только нет. И роскошные маски для лица из йоминского меда. И вот такие вот огромные канистры с маслом для волос. Вот такая вот она Global Village. Ну, в общем, здорово, здесь интересно, но устаешь ходить пешком. Global Village будет открыта до 31 марта 2017 года. Поэтому у вас есть еще время посетить, соответственно, эту роскошную всемирную деревню. Ну, а часть вторая следует. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. С вами была Елена Шарова из Дубая. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!